сегодня мы говорим про звезду звезда это название фильма а главную роль там сыграл восходящая как я полагаю звезда павел табаков по отчеству на лего ведь что очень многое объяснять по моему приветствую здравствуйте хорошо павел прежде чем вот против поговорить вот хочу все-таки вот понять каково это вот быть сыном двух звезд потому что ну понятное дело что олег павлович табаков это вообще мега звезда марина зудина ваша мама по мне бесспорная звезда которая может быть засияла бы ярче если бы не была мамой и супругой а это каким-то образом на каком-то этапе мешало выбору или нет или это вот в ваш выбор по профессии не был никак связан со звездным статусом родители я думаю связан не связанность я думаю чуть-чуть связан потому что я с детства рос именно в театре не за кулисами именно в театре я постоянно ходил и когда маленький был ходил постарше чем старше становился тем больше ходил не скажу что тяжело быть сыном таких родителей просто надо понимать чего что-то может делать а чего нет чтобы не но то что вас будут неизбежно сравнивать с отцом стабаковым старшим вы знаете один из сыновей шина старше он остался с то есть чарли шин взял фамилию мне псевдоним своего родителя то есть вас никогда не было мысли вот все-таки не быть так допустим табакова взять какой всегда нет а почему если бы мне не нравилась моя фамилия даже будь она известна наверное я бы ее поменял на меня на полностью устраивает вы считаете что вы взяли если мы говорим про ремесло если мы не говорим там про какие-то пристрастия или про какие-то там параметры тхх в правильном случае что вы взяли от родителей я думаю упорство так и любовь к тому чем я занимаюсь и потому что ну отец всегда говорил если ты любишь то чем ты занимаешься значит это тебе не в тягость и ну собственно говоря такого удовольствия если мне это перестанет нравится или я перестану это любить то задумываясь о смене профессии или чего-либо еще знаете меня ваша мама поразила тушь мы разговаривали как раз просим звезда с ней год назад когда вы снимались еще когда не было понятно что это будет результат и естественно мы говорили про вас тоже потому что я про родственников люблю говорить и она сказала что вот он снимается а вот снимется ли будет непонятно потому что вот то что человек снимается это что вот у него получится это вот не факт меня поразило потому что обычно матери ну к первенцам они точно быть очень очень ну субъективны то есть они всегда вот нах нахваливают и вот меня меня поразило что очень осторожно оценила предполагаемый результат вы вообще с ней обсуждаете свое творчество ну я бы не сказал то что я обсуждаю потому что родители знают мою позицию какая позиция зрители не знают вот был случай и вот с ани и в театре санит вы пояснить такое аналитян да с режиссером фильма звезда да вот и с константином юрьевичем богомолова потому что дебютировал я так сказать сознателье со своим отцом и он начал во время репетиции делать замечание по поводу моей речи то есть то что она немножко непонятная для слуха то есть невнятная даже так то есть мы про фонетику сейчас говорим или лексику про фонетику больше вот на что кстати юрьевич богомолов сказал олег павлович нет как бы мне нужно именно это вот олег павлович очень долго сопротивлялся и пытался мне как-то сказать то что неправильно тебе надо говорить понятно но у меня позиция такая что я буду делать всегда то что мне говорит режиссер если мне скажет говорить непонятно я буду говорить непонятно потому что для меня это самое главное как бы я же работаю на этого человека то есть я работаю на режиссера и что мне скажет делать то я и буду делать и вне зависимости что мне скажет на это родители то есть вот как так интересно интересно необычной позиции вы видели уже да вот фильм результат вам самому нравится я беру целиком лента до когда вижу себя я стараюсь уходить из зала и возвращаться вот когда я понимаю то что меня уже нет почему я не люблю смотреть на себя возможно это пройдет с возрастом а возможно нет ну пока я себе не могу перевод как разве это не составная ремесла потому что только отсматривая материал вы можете оценить плюсы минусы пластику мимику я надеюсь то что это придет с возрастом пока мне достаточно того что говорят люди которые больше в этом понимают нежели чем я то есть мой брат моя мать и другу другие люди про брата вы имеете ввиду конечно антона мне не младших вашего не брата нет антон с антоном кстати в вашем фейсбуке я видел абсолютно трогательную такую монохромную фотографию где вы все втроем да это было давно до прошлогодние прошлогодние по пост где-то 3 13 года значит олег павлович антон и и вы и на самом деле удивительно что у вас ведь с антоном лет 35 да да то есть фактически он вот ну как вот по возрасту мог бы быть ну моим отцом моим отцом вы к нему испытываете чувство как брату или вот как такому очень старшему товарищу который вот может быть ролевой моделью какие у вас вообще взаимоотношения у нас не очень но я думаю взаимоотношения как убрать и как должны быть убратьев то есть если что я могу ему позвонить спросить попросить о чем-то а хорошо а вот допустим вы меня задача ли что вы результат своей работы не не мониторить а вот в театре вы допустим когда репетируете или играете потом тоже не просматриваете записи записи никогда но в театре просто легче тоже ты внутри переживаешь ты переживаешь это снова и снова так и поэтому в театре как-то легче то есть там идет прям цельная история от начала до конца и мне в этом гораздо легче находи да но в театре у вас как бы условно говоря нет права на на дубль потому что если какой-то ошибка оговорка я не знаю падение как это все уже не нельзя переснять это что мобилизует больше площадка или сцена меня сцена мобилизует больше сцена да то есть вы такой чек театра до родители ваши как вы считаете по вашей оценке ну олег палыч он я думаю и там и там там и там и там ему нет равных маму маму не знаю вот как вы сказали может быть она у меня осталось впечатление да что зудина она вот актриса кино это в это ваш дебют в кино да вот звезда вы согласились сразу когда было сделано предложение советовали с кем-то или там думали на самом деле нет это была очень долгая история потому что перед этим ходил на пробы мой однокурсник на это же на главный ходил однокурсник и у нас просто было такое табу некая до второго курса ну даже до третьего курса сниматься нельзя и у меня почему-то было такое ощущение то что вот его не отпустят и поэтому возьмут меня я как-то очень долго сопротивлялся финальному решению вот я думал то что это делается искать ну меня берут исключительно из-за того что куда человека который снимался уже до этого не отпускают я так только благодаря привилегиям могу там оказаться но под конец мамы и аня оля или у которой был ассистентом по актерам она не как-то развеяли мое шебутное состояние по этому поводу и значит вот просто в двух-трех словах для зрителей сюжет значит ваш герой это пятнадцатилетний ночью подросток который что который страдает от непонимания взрослых но как любопит ну естественно вот который первый раз влюбляется который первый раз совершает поступок которым возможно жалеет что это поступок я думаю не буду раскрывать интригу фильма вот просто такая история которая может быть может случиться с любым человеком то есть первая любовь первые какие-то серьезные поступки решения которые принимаются потому что у меня же там мачеха по сценарию поскольку мать умерла и кто играет ее мачеху северия янушу скайта вот а я сколько знаю она специально выучила русский язык для звезды она учила и сейчас она слава богу стала востребована у нас потому что она на мой взгляд просто гений вот на вашу возлюбленную тина талийк швили вот она играет мою возлюбленную в общем как-то поскольку я был новенький в этом мире они мне как-то давали нечто за что можно было цепляться и конечно спасибо смоле господину смоляковым который ученик моего отца и как благодаря которому он играет вашего родителя да вот и с ним как-то было на мой взгляд удобнее всего работать да ну да все таки одна школа 7 вот это было очень интересно и роль ну я надеюсь получилось тоже очень интересно как на цене вы сказали вот по роли ваш персонаж ваш герой герой фильма влюбляется первый раз 15 лет а вы когда вы первый раз влюбились лет это не поздновато для первой влюбленности для меня ли все-таки первая влюбленность это то что должно быть осознанно так то есть я не думаю что в четырнадцать или в тринадцать лет я мог осознать что такое состояние влюбленности джульетте было четырнадцать по шекспиру но тогда были другие люди да это не то что сейчас это точно тогда в шестнадцать рожали нас выходили за матери джульет туда опять же пишет спиру был до 30 так ну вот мы думаю лет в 15-16 как-то но поскольку первая влюбленность не кончается либо кончается ничем то есть разбитыми сердцами но кончается свадьба как я думаю так ваше случае это не свадьба до слава богу то есть слава богу разбитое сердце да 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 кому вы разбили сердце нет там не разбили сердце вам разбили сердце вы произносите такой улыбкой как будто это лучше что было в вашей жизни я думаю это гораздо лучше чем обручиться 18-19 лет и да поэтому я все-таки придерживаюсь в этом вопросе позиции чем позже тем лучше а у вас есть любимый типаж женский то есть вам как какие вам девочки нравится вообще нет 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 абсолютно я люблю разнообразие понятно потому что все количество девушек которые меня было они не похожи друг на друга так то есть нет определенного какой-то инвариант есть то есть там есть какая-то общая у них что-то не не пытались анализировать абсолютно нет все мои знакомые заметили что ни одна на другую не похожи то есть вы ищущий человек нас да я понимаю это но не в профессии в профессии вы не ищущий раз вы такой актер режиссерский ориентированный на режиссера то я я правильно понимаю да да то есть вы вот как как бы не за эксперименты в профиль не вы не считаете профессию которую вы выбрать вы все-таки сами выбрали да я так понимаю потому что ну как выбрал профессию еще учусь поэтому пока раны гвы уже за того как вы бы приняли решение поступать я считаю что выбор то был сделан раз вы но я раза четыре менял свое решение пока я учился да на какие какие были варианты у меня было всегда два варианта либо пойти в колледж не в колледже по моему и в результате и пошли не да 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 сейчас вот я на 4 курса вот либо остаться доучиться один из классов и потом уже решать то есть но я выбрал все-таки первый вариант и пошел в колледж потому что в любом случае по образованию я думаю я вскакал многих учеников обычных школ но вы имеете ввиду по пояснить этот тезис ну просто грубо говоря преподаватели которые у нас преподают они преподают в вузах в ингу в инге мо и разговаривать с нами не как то что вот но вы дети маленькие уже как все-таки как со взрослыми но ведь вы же понимаете что с вами все равно общаются и и держит в голове что вы табаков что нет такого я надеюсь что нет но вот в большинстве случаев во всяком случае в театре все я думаю доказал то что я не папенькин сыночка человек который что-то сам и себя вывести с отцом играете на 1 на 1 на 1 сцене да вот как это мне тут было очень легко потому что я думаю любой другой человек моего возраста учащийся в театральном вузе институте он не было бы большая паника и дикий зажим потому что он играет с таким с такой машины метров с великим актером а мне про это мне просто потому что для меня он мой отец потом я от этого абстрагируясь и для меня он просто партнер вы абстрагируйте в какой-то момент вот выключаете что абсолютно то есть для меня в первую очередь партнер а поскольку я рос ну собственно мой отец поскольку я привык видеть ну как привык видеть я видел очень много великих действительно великих актеров то для меня как-то не существует того что вот я его метр есть он мой партнер это самое важное что может быть то есть я с ним на равных если я выхожу с ним на одну и на одну и ту же сцену вас не смущает что вы все-таки даму принадлежите династии вам по-любому сейчас вы сняли главную роль то есть кругом будет интерес журналистов однозначно просто по определению и ну вот то что вы какие-то вещи пишите в открытом доступе потому что вот фейсбук открытый вы вы про это не не думаете совсем мы же мы до эфира перекинуть вашу ну да уже бы была накладка с аккаунта вконтакте когда из-за какого-то в общем невинного перепоста раздули историю что там сын табакова хуйня да ксоне самоубийством там и и про суициду это не одно и то же нет нет потому что там какие-то мои было давно все-таки какие-то кино я считаю это невинными рассуждениями то есть очень много людей гораздо активнее что-то делают что-то пишут как-то рассуждают и к ним нету такого пристального внимания как какое было даже вот из-за книги вы корректируете свою активность социальных сетях с поправкой на то что вы вот как у нас фильм по которому называется звезда что вы в общем перспективе потенциальная звезда или нет или про это не думает нет абсолютно абсолютно что тогда в вашей системе координат является плюсами профессии которую вы выбрали плюсами для меня это как осознал то что я но я встретил человека которого я полюбил как творца то есть один юрий богомолов который вывел меня на сцену с моим отцом он мое так сказать 1 1 театральная любовь то есть я готов самосовершенствоваться ради того чтобы как можно чаще работать с ним то есть для меня самое главное пока что во всяком случае в театре как можно чаще соприкасаться с его творчеством пока я хочу самосовершенствоваться ради работы с ним про минусы даже не буду спрашивать возможно они сплут в финале наша программа кушать финале самой такой игрой в правду это кстати ваш партнер по фильму звезда гоши пуценко вы знаете да про этот проект игра в правду да это вот сам своего подачи у нас передача здесь кишки 4 цветов вы выбираете кишку и такого цвета выбираем карточку там записаны вопрос так прошу 5 так любую голубую для 7 ой я взял читайте вы правда верите что ваша карьера успешна ну ну да такой вопрос предприятие несколько легкий слава богу вопрос я думаю не думаю что она хотя к моему возрасту я думаю она успешна ну да вы снялись в главной роли я снялся в главной роли я дебютировал на сцене московского художественного театра вместе с олегом табаковым поэтому пока что она успешна понятно хорошо принимается красный да расскажите о своем худшем свидании если в голову что-то не приходит расскажите о лучшем расскажите о последнем о крайнем а вот худшее было дело мы смотрели все финал лиги чемпионов с друзьями и там была моя подруга вот все таки в конце вечера она сказала то что ну я с тобой потому что я чувствую к тебе жалость вот это было я думаю худшим свиданием да да таким ударом в пах как вообще считается что русские женщины они любят вот слэш жалеют что вообще для русской женщины это фактически синоним то есть они она фактически призналась вам в любви вы просто этого не поняли ну не знаю для меня это как то если мне говорят то что меня жалеют то я начинаю чувствовать себя каким-то убогим а вы никогда сами себя не жалеете вот не бывает так вот да никогда не бывает так вот что там нет я стараюсь не совершать вещи о которых я мог сжалить нет ну хорошо ну а не знаю не знаю вот ну простудились там не бывает жалости нет не бывает простуды но не бывает жалости а почему ну сам дурак сам прошелся без шапки прошелся нараспашку сам дурак никогда не испытывал чувство жалости к себе вот мне сейчас кажется что вы все-таки в большей степени мамин сын чем папин Почему-то мне сейчас показалось небольшому скромному опыту общения с вашей родительницей. Синий. Снова да, на подумать. В детстве вы отказывались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Нет, никогда, потому что в наших компаниях всегда... Не было толстых? Нет, мне повезло, потому что я рос во дворе. А где этот город? На расплетено. И для нас было как-то... Ну, для меня, как человек, который играл в войнушку с ребятами, играл в футбол во дворе, то не было понятия красивый-некрасивый, толстый-некрасивый. Нет, ну было, естественно, всегда, когда футбол толстый стоит на воротах. Это единственное. Ну что, Павел Олегович, я обычно, я в финале дарю книжку, которая называется «24 кадра правды про кино». У меня есть сборник бесед с киношниками. В этот раз я делаю исключение и дарю вам книжку, которая называется «24 кадра правды про женские истории», потому что здесь беседа с вашей мамой. И она в значительной степени посвящена вам и работе вашей над фильмом «Звезда», который наконец-то вышел, и который, я думаю, что все посмотрят с интересом, хотя бы потому, что там дебютировал Павел Олегович Табаков. Спасибо. Спасибо огромное. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Один